Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Итак, Новый год наступил, Рождество отшумело, и у нас здесь в студии православный театральный коллектив. И я с радостью хочу представить вам гостю нашей программы и гостя нашей программы. Все вы будете потихонечку понимать. Почему? Потому что речь идет о театральной студии. И я представляю вам Екатерину Олеговну Семенову. Это руководитель православной театральной студии «Преображение» и принадлежит к замечательному коллективу Красковского культурного центра. И вот второго персонажа, вернее, второго гостя мы чуть-чуть позже же объявим, потому что я, например, не знаю, кто к нам пришел. Сидит какой-то человек, он не очень с добрыми глазами. Вы не боитесь Екатерина Олеговна, нашего еще одного гостя? Ну, мы с ним уже много лет работаем вместе, поэтому это образ только. Одним скрывается горячее сердце. Да, горячее сердце. Кстати, горячее сердце вот у нас тоже на столе стоит, символ сегодняшней программы. А что же это за образ-то такое? Кто это у нас герой такой? У нас играет одного голландца, которого зовут Михель. А спектакль у нас называется «Каменное сердце» по сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Которое что-то мне подсказывает, рано или поздно превратится в теплое сердце, горячее сердце. Да, конечно, горячее сердце, да. Ну, давайте представим Михаила Киселева. Оказывается, у вас даже голландское имя подходит очень специально, наверное. Участник этого замечательного театрального коллектива, театральной студии Преображенской, православной театральной студии Преображение. И Михаил Киселев в образе вот этого голландца, я так понимаю, что и костюмы подобраны, все и так далее. Михаил, скажите, а вообще тяжело играть не очень хорошего человека? Ну, по крайней мере, в начале. Ну, наверное, не так сложно. То есть отрицательный, да, герой играется легче. Более харизматичный, да? Ну, как-то проще. Добрых людей тяжелее, вообще, доброту тяжелее передать. А вот вы больше добрый человек или какой? Наверное, добрый. Добрый, да, как, Катинаевская? Добрый? Ну, конечно, добрый, да. Мне кажется, самых злых всегда должны играть самые добрые актеры, потому что они играют на явном противоходе, у них это хорошо получается. Ну, давайте поговорим о спектакле, потому что я смотрю даже, видите, сердце у вас, специальная такая эмблема. Почему пришла идея именно такого спектакля, и где, как премьера, где можно увидеть, что, где и так далее? Ну, идея обычно, как бы, мы готовим спектакли, два больших спектакля делаем на Рождество, и в конце года, как правило, это к Пасхе мы делаем спектакли. Ну, Рождество – это всегда сказка, да, вот, как-то мы выбирали вместе, думали, вот, и, ну, это довольно-таки известная сказка, и автор это известен, да, все знают сказку «Карлик нос», да, вот, ну, как бы, вот. И сказка – это с очень христианским сюжетом, да, где главный герой, желая разбогатеть, да, завидуя другим. Как это похоже на нашу жизнь, да. Да, как это похоже, да, конечно, к сожалению. Всем путется денег, да, и много. Да, да, да. Вот, ну, вот он продает свое сердце за большое количество денег вот такому злому духу голландцу Михелю, да, которого играет Михаил. Вот, ну, взамен он получает эти деньги, да, он увидел весь мир, приобрел себе богатый дом, но спокойствие в душе он потерял, да, любовь к людям он потерял, да. Перестал замечать красоту и Божьего мира, да, людей, которые его окружают. Ну, все, вот так вот жизнь ему не сложилась. Но все равно финал должен быть хороший, да, Михаил? Финал хороший, да. Вам пришлось вернуть деньги или вернуть сердце? Да, он обхитрил меня, вернул свое сердце. И деньги остались у него? Деньги у него тоже остались, да. Вот видите, вот, вот как надо. Я как раз об этом и тоже говорил. То есть вы, оказывается, оказались самым несчастным в этом спектакле? Ну, да, да, да. То есть зло было повержено добром. Михаил, вот скажите, я прекрасно понимаю, что когда есть театральная студия, это все-таки такой творческий коллектив, где бушуют страсти, потому что, ну, как же, в театре должны быть страсти? Конфликты, балансы конфликтов, сюжеты, разработка сюжета и так далее. Чем отличается все-таки православная театральная студия от обычной, скажем так? Вы чувствуете это какое-то отличие? Конечно, конечно. У нас получается такой семейный театр, потому что другие начала, другие вообще смыслы. Мы встречаемся, проводим вместе, там участвует моя дочка старшая тоже в спектаклях, моя вся семья приходит на спектакль, им всем, ну, то есть нравятся все соседи, которые приходят, наши прихожане приходят, им всем нравится. И сам процесс подготовки. У нас очень много семей, и у нас получается это как не соревнование, а просто для того, чтобы мы встретились, поиграли, провели хорошо время. И принесу так. То есть это не очень актуально все эти страсти. Я так понимаю, Евгений, что это превращается в такое новое, что ли, послание, потому что любая постановка, театр, любое действо, даже, ну, действо бывает разное, это всегда какое-то послание. Есть послания добрые, есть послания, ну, скажем так, менее добрые. Вот у вас получается тоже послание. Что вы шлете тем людям, тому миру, тем зрителям, которые смотрят спектакль? Ну, прежде всего, конечно, ну, данным спектаклем, да, конечно, мы хотим сказать, что необходимо ценить и беречь то, что у тебя уже есть, да. Ну, не нужно стараться искать счастье, да, в чем-то другом, да. Нужно уметь ценить то, что дается каждому человеку в этой жизни, да. И когда человек научится это ценить, он увидит, что мир преображается вокруг. Вот, так что вот это послание этого спектакля. А кто разрабатывает сценарий? Я так понимаю, вы как режиссер выступаете или как сценарист? Ну, и как сценарист тоже, да. То есть из-под вашего пера уже выходит какая-то концовка? Ну, да, да, у нас большой коллектив, у нас порядка уже, ну, порядка уже 40 человек. Ну, это уже труппа. Труппа, да, да, да. И поэтому все хотят получить роль, хоть там пару слов. Вот, у нас из-за этого бывают конфликты, потому что, почему у меня два слова, а у меня 15, да. У нас дети маленькие есть тоже в коллективе. Ну, да, детям кажется, что если нет слов, то уже и не актер вроде бы. Да, 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 да. Я уверен, что вы им говорите, что не всегда слова важны. Конечно, да. Важны ощущение, атмосфера, поведение в этом. Как говорят у нас в кадре, а у вас на сцене и так далее. Михаил, скажите еще, пожалуйста, вот вы сказали, вся семья и так далее. Вы-то как первый раз пришли? Как вы получились друг другу? Ставился спектакль, и через 2-3 дня уже должен был быть спектакль. И человек, который там участвовал, он не смог. И матушка Екатерину попросила его подменить. Ну, так и получилось. А как раз был спектакль, просвещенный мученика Петра Маркова, да? Нет, это был спектакль военный, посвященный Великой Отечественной войне. То есть там надо было подменить, меня попросили. Ну, как так началось? Вот вы стали актером, представляете? Да, никогда не играл вообще. А по жизни вы чем занимаетесь? Предпринимательской деятельности. Ну, вот видите, предприниматели, кстати, это, мне кажется, для предпринимателей хорошая тоже история. Если все-таки брать не тему денег, а тему и сердца, и денег, то это можно хорошо сочетать. Почему? Ну, потому что вот тут возникает тоже вопрос, у нас вот елочки стоят, Рождество мы отметили, и постоянно идет вопрос о том, что, это как бы к вам двоим, люди приходят в храм, некоторые приходят только на праздники, потому что, ну, все идут, и я иду. Все яйца красят, и я иду, или там, например, Рождество, ну, все, надо пойти. И надо понимать, что, на мой взгляд, очень многие люди не понимают, зачем они это делают, просто вот им кажется, что что-то хорошее на них не зайдет. Другое дело, когда человек воцеркленный, который понимает всю службу и так далее. Как вы считаете, это не важно, что человек не все понимает, но идет? Ну, конечно, это... Он же идет? Ну, если он идет от сердца, если он идет по зову сердца, он понимает, что ему что-то не хватает, такого духовного ему должно не хватать, и там он это находит. Сердце получает этот отклик, тогда, конечно, это правильно. Вот вы, Михаил, когда, так сказать, стали уже прихожанином, то что слово прихожанин всегда означает, что это люди, которые, ну, община, которые понимают, ходят, службы, ну, максимально стараются исполнять свой, ну, не знаю, как сказать, духовный долг, что ли, если можно так сказать. Ну, опять же, не те люди, которые приходят два раза в году. Я понимаю, что тоже есть работа и так далее, но семья у вас есть и так далее. Когда вы стали таким мирянином, который приходит в церковь часто? Ну, несколько лет назад, лет так 5-6 назад. Всего 5-6 лет? А что случилось? Почему? Ну, какие-то обстоятельства жизни, которые ты смотришь на мир определенными другими глазами, идет большая тяга какая-то, определенные какие-то вопросы возникают, которые ты начинаешь искать в храме, где, ну, в принципе... А до этого не искали? Искал, но я не знал, что это именно церковь Христова. То есть я всегда верил в Бога, я верил в какие-то высшие силы, это не было никогда. Но определенный момент, когда было тяжело и сложно, какие-то обстоятельства, которые завернули, завертелись вокруг, и ты их не понимал, что происходит вокруг, именно какой-то вот был зов, именно, притом это было совершенно... Я совершенно был не выцеркленный человек, вообще совершенно ничего не понимал. До того, как я начал ходить в церковь постоянно, да, каждое воскресенье там, то я был один раз только в храме, перед крещением своей дочки, первой, как раз, которая родилась, мне позвал друг, то есть вот, все. Ну, как бы, да, надо... Да, надо сходить, да, подержать. Я подошел, там простояли, мне очень понравилось. Ну, я быстренько все равно вернулся в свои какие-то дела. То есть я не верил в Христа. А когда вот именно в сложной ситуации, именно какая-то была такая рука помощи, и какие-то, я начал понимать объяснения, какие-то получения, какие-то события в жизни, которые происходят, которые не так просто. И сейчас ты другой? Отчасти. Отчасти. Ну, я, да, борешься с каким-то... То есть есть еще над чем работать? Конечно, конечно. Вот мы сейчас прямо, да, мы же не сговаривались, да, что называется, почти в прямом эфире, такое небольшое, такой жизненный путь. И вот тут вопрос к вами, Катерина Геннадьевна. А все люди, которые приходят в преображение, они являются воцеркленными. Или есть люди, которые глубоко верующие, как у нас говорят в мире, таком мирском. Либо это люди, которые, может быть, на пути только. А может быть, вообще просто пока вот приходят, потому что, ну, еще для себя не определились. Ну, так как у нас коллектив в основном все-таки детский, у нас больше детей, поэтому... А дети – это такой, как бы, материал, с которым можно работать. Поэтому мы стараемся им помочь вот и через эти спектакли, через те произведения, которые мы ставим, все-таки обрести Христа. Потому что даже в этой сказке можно же найти христианское начало. Можно, да. Ну, в любой сказке есть христианское начало. Ну, кстати, сказки же еще, извините, что я... Они же, если взять русские народные сказки, там столько насилия, там столько всяких... Ну, понятно, что для того, чтобы добро победило, нужно очень много, чтобы зла было. Вот. А как вот церковь, в данном случае театральная студия, объясняет вот эту борьбу, необходимость пройти через эти сложности? Ну, а как в жизни? Мы разве не проходим через какие-то сложности? Да, и вот с деньгами наплевать на это сердце, на все эти ощущения, ездить по миру и тратить деньги. Ну, если человек задаст себе вопрос, вот себе по-честному, он спросит себя, вот в данной ситуации, в которой ты находишься, жизнь как-то вот счастлив, да? Ты счастлив? Вот часто человек, который далек от церкви, вот если он действительно честно себя спросит, ответ будет нет. Нет. Чего-то не хватает. Всегда чего-то не хватает. Вот когда он находит ту жемчужину, да, он понимает, вот это именно то, что я искала. То, чего не доставало. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель православного театрального коллектива «Преображение» Красковского культурного центра. Мы сейчас с Михаилом попрощаемся, и на его место придет еще одна участница этой замечательной театральной студии. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Екатерина Олеговна Семенова, руководитель православной театральной студии «Преображение» Красковского культурного центра и участница этого замечательного коллектива Валерия Булатова, да? Да. Мы очень рады вас. Как ваш персонаж называется? Меня зовут в нашем спектакле «Лизбет». Я сестра, старшая главного героя, и такой голос разума в его... Это тот самый герой, который сердце свое... Да, да. Ну вот вы же молодой человек, да? Молодая, красивая девушка. Ну это же здорово, когда можно что-то продать из себя, жить при этом и получать кучу денег. Ну слушайте, это неправильно все же. Так, интересно, почему? Человечность, она важнее, чем всякие богатства. Я даже помню, матери говорила. Это вы в сказке говорили матери? Нет, просто моей матери. Своей, да. Моей матери. На самом деле встреча с интересным человеком, она дороже всякого серебра. Вот, вот видите, вот так. А раз дороже, поэтому встреча наша с вами продолжается. И следующий вопрос Екатерине Олеговне. Где вы находите таких замечательных... Я даже не знаю, тут как бы и прихожане, и участницы коллектива. Где? Где эти россыпи замечательные? Ну что, объявления какие-то? Приглашаем умных людей к нам в студию. Нет, у нас просто замечательное подмосковное место. Называется Коренёво, да? Вот, там вот живут такие чудесные люди. Вот, пожалуйста, милости просим к нам. Как давно существует уже студия? И почему, кстати, она? С 2014 года у нас существует. Как пришла идея? Вы уже у нас были, но давайте напомним. Да, хорошо, напомним, да. Изначально руководил театральной студией мой свекор. Народный артист России. Артист и режиссер театра МХАТа имени Горького Семенов Анатолий Владимирович. Вот, он ставил первые спектакли. Они у нас были тоже серьёзные по произведениям рильки. Такие очень красивые были. Вот, русская классическая литература. А потом он скоропостижно скончался. И вот, как бы, руководство коллектива пришлось перенять мне. Вот. И вот с этого, с 2014 года, вот, у нас коллектив растёт. Сначала было 12 человек у нас. Потом вот сейчас уже порядка 40 человек. Ну, вот давайте мы поговорим сейчас о спектакле. Вы где-то уже его показывали? У нас сегодня уже был послерождественские дни. Да, премьера у нас была в прошлом году, 25 декабря. Мы играли в Красковском культурном центре. Следующий спектакль у нас состоится буквально вот совсем-совсем скоро, 10 января. Это будет Люберецкий дом культуры. А, то есть вы даже ещё как бы с гастролями. Да, 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 да. Там будет благотворительный спектакль для детей из многодетных семей, малообеспеченных, для детей из семей мобилизованных. Вот. А дальше у нас будет спектакль 13-го числа. Это будет наш Красковский культурный центр. В Старый Новый год. Да, в Старый Новый год, да. А 14-го числа мы играем на ёлке Благочиния Люберецкого. Все воскресные школы, ребята из воскресных школ приезжают в лингвистическую школу, которая находится в Некрасовке. Там большой-большой зал современный. Вот так вот пока ближайшие планы. Ну, это прям такой гастрольный тур у вас, мини-тур, да, по городскому округу Люберцы. Валерия, скажите, пожалуйста, а как вы попали в студию? Я сначала ходила в воскресную школу при храме Преображения. И мама сказала, а ты знала, что при храме есть театральная студия? А я в то время ходила в театральную студию при школе, в образ. И как раз-таки мне было это очень интересно. Вау, мама, как раз, хорошо, пойду. В итоге я осталась здесь, а из образа ушла. Первая моя роль была Кикимора. А, нет, ну, знаете, очень многие звезды начинают с таких натуралей. Баба-Яга, Каще Бессмертный, вот если посмотреть и так далее. Но сейчас вы играете главного, как скажем, главного человека после главного героя. Так, чтобы не обидеть. Вы такой, вы там сказали, что вы разум, да, этой сказки. То есть вы говорите какие-то там правильные слова. Да, я говорила ему, когда он говорил, что вот в трактире я веселюсь, вот мне хорошо, я стану новым королем танцев, я говорю. Ну, Петер, ну, за что тебе это? Ну, зачем? То есть... Как убеждали его. Зачем быть королем танцев, когда у тебя столько возможностей, ты можешь реализоваться, а не просирать, извините за выражение, свою жизнь на танце? Вот так, видите, мы поймали немножечко спектакль с вами ощутились. Я вот сейчас подумал, а вот это же такой еще способ, да, мы сейчас все говорим о обучении, очень много о патриотизме говорится, да, с утра до вечера. Но, на мой взгляд, очень многие не понимают вообще, что это такое, как сделать так, чтобы человеку самому захотелось, да, подумать о главном, действительно о главном. Вот, наверное, через театральную постановку, ведь там идет читка, там учится текст, каждый актер как бы пытается в образ, да, попасть или создается какой-то образ, да. Вот, может быть, это и есть такой способ легкого такого перевоплощения человека, когда он, перевоплощаясь, возвращаясь уже к своей обычной жизни, не актерской, что-то хорошее из своего образа или из самого произведения уносит с собой? Ну, это одна из целей нашего коллектива, конечно, потому что мы очень внимательно относимся к тому, что мы ставим, да, не хочется ничего пошлого и какого-то вот грязного, да, тем более это дети, да. То есть нужно, да, конечно, да, обязательно, одно из условий должны дети прочитать, то произведение, которое мы ставим в оригинале, да, вот. Мы размышляем, разговариваем об этом, да, конечно, один способ. А как тут проходит репетиция? Вы как-то... Ну, просто как все-таки режиссер и актер я интересуюсь, почему, потому что, ну... Знаете, у нас магия совершается такая. На генеральной репетиции у нас творится полнейший хаос. Везде... Ну, так всегда должно быть. Да. Чудили и эти реквизиты летают. А вот на спектакле, на премьере у нас все хорошо. А, кстати, как премьера прошла? Вы довольны собой? Было несколько моментов, где мы прокололись-то, где кто-то... Текстик забыли или что? Текстик забыли. Я в одном убийце назвала... Там была одна сцена, когда старая женщина приходила в дом, в дом Петера уже, богатого Петера, и я была дома одна, я приняла ее в свой дом и говорю, ух, моя старушечка. Старушечка. А мне было этого в сценарии вообще. Ну, вот видите, да, сердце подсказало. Ух, моя старушечка. Вот, Никатина, я вижу просто оживую человеческую реакцию. Чем театр еще живет, кроме вот, ну, репетиции, понятно же, целая жизнь, да, люди приходят. Как часто проходят у вас репетиции? Вообще, как может быть какие-то встречи, дни рождения, как отмечаете? Ну, два раза в неделю у нас репетиции стабильны. Ну, когда надо, мы собираемся еще, какие-то индивидуальные репетиции. У нас сейчас хореограф появился, который ставит нам танцы. У нас, да, у нас композитор, который пишет нам песни, да, у нас отдельно дети занимаются вокалом, то есть у нас занятия параллельно проходят, часть детей идет на репетицию, да, часть детей занимается вокалом, готовясь к этим, как бы, к спектаклям. Ну, и, конечно, мы стараемся выезжать в другие театры, чтобы, как бы, посмотреть на настоящих профессионалов. Вот буквально, вот сейчас мы готовимся, один из, как бы, сорганизаторов и помощников, то есть человек, который приезжает к нам, проводит мастер-классы, это актер театра МХАТ имени Горького Сергея Николаевича Кисличенко, вот, он нас пригласил на премьеру замечательного спектакля «Золушка». Вот, мы вот сейчас... Я думаю, что сейчас даже попасть-то в театр трудно, всем хочется. Вот мы собираемся поехать всем коллективом на этот спектакль, да, и он там играет роль короля, мы очень хотим посмотреть. Опять же, сказка, да, опять нужно что-то подсмотреть, да, какие-то... Потому что актеры и, ну, в общем, люди, которые занимаются творчеством, они всегда по-другому смотрят. Во-первых, они видят по-другому, они видят все ляпы, они наверняка будут, они есть и у профессионалов. Вот, во-вторых, конечно же, многое берут для себя, потом для своей дальнейшей профессиональной деятельности. Валерия, скажите, вот вы сейчас ходите, я вижу, что с удовольствием, а есть какие-то планы, может быть, актрисой стать? Или это пока такое увлечение? Меня мама хочет отправить на телевидение. На телевидение. Я вообще в шоке. Мама хочет. А вы не хотите? А я не знаю, потому что... Вы уже, кстати, на телевидение, маме, скажите. Вы уже пришли на телевидение, все, состоялось. Я просто говорю маме, мама, у меня два пути. Я либо хочу стать графическим дизайнером, либо я хочу пойти в кино. Неважно, куда, я хочу в кино. Ну, актрисы, да. Я думаю, что, по крайней мере, по тем эмоциональным, скажем, мы как режиссеры с Екатериной Олеговной, да, чувствуем, что может быть такой вариант. Но другое дело, что профессия сложная. Вот тут, кстати, вопрос неожиданный. На каких-то древностях, в древние времена, профессия актера, она же, в общем-то, не очень приветствовалась церковью. Мало того, даже как-то считалось это, мягко говоря, нехорошо. Сегодня мы как-то пересмотрели этот вопрос? Ну, конечно, пересмотрели. Да, ну, конечно, у нас православный театр, да, одно само название. Вот, поэтому, как уже сказала, что мы очень трепетно относимся к тому материалу, с которым мы работаем. К репертуару, да. Да, к репертуару, конечно. То есть, поэтому это замечательное место, да, как Гуголь говорил, да, с которого можно проповедовать, да, можно проповедовать о добре, о любви. То есть, да. Тем более, все-таки, с детским таким уроном. С детским, да. Потому что я должен сказать, что самая сложная публика и самая искренняя и откровенная – это детская публика. Её же не обманешь, правильно? Вот я хочу Валерию спросить. Потому что, если где-то чего-то ошиблось, они же всё видят. Взрослые могут сделать вид, что они не заметили. Да, а вот дети, они не дадут прохода. Ещё вот к какому-то такому театральному, всё-таки, произведению вернёмся. Вы эту роль сразу получили или как-то бились за неё? Нет, я получила эту роль сразу, потому что матушка Екатерина очень трепетно относится к подбору каждой роли, чтобы никто не обиделся, и чтобы эта роль, так сказать, подходила к характеру человека, чтобы её было играть проще. Вам подошло? Да, но у нас с Лерой такое, она мне всё время просит, почему опять хорошая роль? Я хочу, дайте мне сыграть какого-нибудь. Кикимора, да, она уже играла. Ну, играла, да, но, видимо, мало. Я была очень маленькой девочкой тогда. Ну, кстати, ведь все эти образы, Кикимора, Баба Яга, Кощея Бессмертная, они же по-своему тоже несчастны, да? Это тоже какое-то такое, ну, если брать уже такое, это какое-то своеобразное наказание, от которого, помните, можно избавиться, и лягушка может превратиться в прекрасную незнакомку и так далее. Ну, это уже наши русские народные сказки. Ну, и вдвигаемся к завершению. Какие планы? Всё-таки 23-й год, только начало. Да. Что у вас там записано интересненького в этом году? Ну, естественно, мы хотим принимать участие в фестивале, да, который проходится в нашем городском округе Люберцы, и вот в прошлом году мы принимали в окружном фестивале участие, заняли второе место, вот. Вот. И несмотря на то, что вы говорите вот о патриотизме, который сейчас везде как бы пропагандируется, у нас потребность нашего коллектива сделать спектакль вот именно как раз о патриотизме, он уже давно очень. И они говорят, младушка, давайте на 9 мая сделаем какой-то спектакль военный. Вот, пожалуйста. Вот просят дети, просят уже давно. И вы, ну, подождите, давайте, может быть, что-то другое, может быть, там, не знаю, какое-то что-то, вот, чехов, какой-нибудь там, какие-то небольшие миниатюры, да. Возможно, это будет спектакль военный. Ещё пока как-то вот мы... Ну, о правильном патриотизме. Ну, конечно, о правильном. Да, да. Потому что хочется, чтобы действительно это находило отклик. Если отклик находится, значит, правильно. Ну, а с детьми, вы сами понимаете, неправильно у патриотизма не получится. Ну что, я хочу пожелать вам удачи. У вас замечательный коллектив. Спасибо, что к нам пришли в этот новогодний наш такой своеобразный телемарафон с нашими ёлочками, с нашим хорошим настроением. Вам пожелать хороших ролей и зрителей, хороших актёров и зрителей. Ну, и напомню, что в студии у нас были Екатерина Олеговна Семёнова, руководитель православной театральной студии «Преображение» Красковского культурного центра. И вот во второй части участница, актриса, вот, красивое слово, все-таки актриса, да, звучит так, Валерия Булатова. Спасибо вам огромное. С Новым годом, с Рождеством. Спасибо. Программа «Открытый диалог» с вами была. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова